Всем привет! Рада вас видеть. И сегодня у нас тема УГИГ именно по английскому языку. Несмотря на название, это видео будет полезно даже тем, кто сдает и немецкий, и испанский, и вообще другие языковые экзамены. Ну, вернее, другие языки. И это первая часть видео. Вернее, это вторая часть видео. Именно сегодня я буду рассказывать про английский, расскажу, почему языковые экзамены сдавать намного сложнее, сколько на это нужно времени, не очень приятные изменения в ЕГЭ, и вообще, как сдать на 80 баллов плюс. В первой части видео я рассказываю вообще про систему ЕГЭ, УГЭ в целом, что проверяют эти тесты, рассказываю про мифы и как увеличить свои шансы на поступление. Поэтому переходите, смотрите внизу в описании, я оставлю ссылку. Итак, поехали. Начнем со знакомства. Меня зовут Морозова Ксения. Я преподаю английский и латинский языки для разных целей, а также помогаю подготовиться к экзаменам. Рад за знакомство. Поехали. Начнем мы с того вообще, почему языки сдавать намного сложнее. И начнем мы с характеристики уровней. Я здесь расскажу очень-очень кратко про них. У меня также на канале и в плейлисте есть видео, которые посвящены конкретно по каждому уровню. Там я рассказываю, что нужно знать, в каком количестве и сколько на это нужно времени. Если вам интересно, я также оставлю все ссылки в описании. Здесь мы посмотрим очень кратко. Итак, у нас существуют уровни, как вы видите, А, Б и С. То есть они делятся на шесть уровней, получается, все эти группы. Первый уровень, начальный, базовый. Это уровень, который позволяет вам рассказать о себе, вообще разговаривать на бытовые темы, где вы работаете, что вы любите, какие хобби и путешествия. И также вы умеете задавать вопросы на все эти же темы. То есть и также желательно, чтобы вы умели говорить и в настоящем, и в прошедшем будущем времени, хотя бы в простых формах, чтобы вас понимали и вы легко понимали собеседников. Второй уровень. Он называется средний или полупрофессиональный, на самом деле, уровней. Очень много названий. Итак, здесь, в этом уровне, я привожу такой пример. Представьте, сколько всего нужно знать вам, если вы сейчас начнете учиться в школе или в вузе за границей. То есть, естественно, у вас уже должен стоять уверенный базовый уровень. Вы должны в нем быть полностью уверенным, и он должен быть у вас отработан. Но также, сколько вам всего нужно знать, чтобы вы могли изучать химию или биологию, или физику на английском языке. Понимать вообще задания в учебниках, также выполнять эти задания и понимать преподавателя. То есть здесь, помимо бытовых тем, нужны еще вот такие полупрофессиональные, относящиеся к разным предметам. Но, естественно, вы уже здесь легко говорите, и даже можете в некоторых темах языка, грамматических, например, разобраться сами, хотя бы как-то. Это вот у нас средний полупрофессиональный уровень. И последний – это высокий, это продвинутый. Естественно, на этом уровне человек уже хорошо, легко выражает свои мысли практически на любые темы, ну, как минимум, те, которые отражают его жизнь. Также здесь человеку желательно уже погружаться в культуру и историю этой страны, этого народа, для того, чтобы понимать юмор. Юмор, шутки, анекдоты – это очень сложно, нужно знать столько нюансов. Понимать фильмы, получается, чтобы понимать этот юмор, какие были там отсылки. Литературу изучать, традиции, там, что у нас еще, поговорки, пословицы и так далее. То есть здесь уже погружение идет прямо в культурный аспект. Ну, и также человек может вести диалоги на узкоспециализированные темы, ну, например, относящиеся к его работе. Это высокий уровень. И как вы думаете, какой уровень проверяется на ОГИГ? Да, то есть ОГИ уровень – это Б1, то есть это такая первая ступень, да, ну, допустим, в школах принимают с Б1 нормально. И ЕГИ – это Б2, получается, Б2 уже в вузы. Редко в вузы принимают с Б1, все-таки не хватает знаний, и очень сложно человеку учиться с Б1, то есть минимум Б2, а желательно вообще С, чтобы учиться в вузе за границей. Ну, просто потому что из-за языка вам будет очень сложно понимать. Все вокруг происходящее. Итак, поехали дальше. Теперь давайте посмотрим, сколько нужно вообще на эти уровни времени. Это табличка. Я ее взяла из документа Кембриджа, где он, получается, описывает исследование. Кембридж проводил исследование о том, какие часы, сколько часов и времени нужно на каждый из уровней. То есть это не моя фантазия, это я взяла. Итак, давайте сначала посмотрим на средний уровень, тот, который нам нужен для экзаменов. Это Б1, Б2. Смотрим количество часов, которое нужно с нуля. То есть с нуля. То есть вы вообще не знали, допустим, ничего, ну, там, куда бедно умели читать. Cat, dog знали, например. Но вам нужно, допустим, какой-то уверенный уровень, чтобы учиться в вузе. Давайте посмотрим. Вот они, эти часы. То есть посмотрите, среднее количество – это 500. 500 часов. Нужно, чтобы овладеть этим уровнем. Что сюда входит? Здесь это именно не уроки с преподавателем, хотя они сюда тоже входят, а непосредственно 500 часов активной работы. Когда вы тренируете и говорение, и учите слова, изучаете грамматику, также тренируете, допустим, ваше понимание на слух, и вы тренируете письмо. Ну, тут у кого, кому что нужно, но как минимум вы умеете писать эти слова и знаете, как они пишутся. Так вот, 500 часов – это огромная цифра. Это огромное количество часов. Это даже не год. Ну, это в среднем год. В среднем год. Давайте посмотрим на количество недель, сколько нужно на этот уровень. Когда у вас 2 часа, то есть 2 раза занимаетесь вы с препетитором на курсах, неважно где, и 2 часа вы тратите на ГЗ в неделю. Ну, то есть вот 4 часа английского в неделю у вас минимум. Давайте смотрим. Опять количество недель в среднем 55. Вот я так напишу 55 недель. Напоминаю вам, что в году у нас календарных недель всего лишь 52 в год, а здесь 55. То есть это больше года, при условии, что вы каждую неделю 4 часа тратите на язык. Еще, если мы отсюда вычтем праздники, там еще какие-то, еще пару недель, то тут у нас вообще остается, ну, давайте, ну, вот 48. Потому что праздники, отпуск, каникулы, все-таки нужно отдыхать. И вот 48 недель всего лишь остается, а у нас 55. То есть поэтому на этот уровень нужно больше времени, больше года на средний уровень. Календарного года. Да, не 9 месяцев учебного, а именно календарного. И последнюю колонку давайте посмотрим. То есть если вы хотите преодолеть этот объем часов побыстрее, то вам в день нужно дополнительно еще заниматься, ну, от 1 до 3 часов. То есть вот у вас 4 часа в неделю основные, ну, еще давайте 2 часа вы в неделю тратите, а в день, в день, извините, в день вы тратите столько часов, если хотите, ну, за год или побыстрее, там, ну, допустим, за 35 недель, если вы хотите это все преодолеть. То есть это огромные, это очень долго, скажем так. То есть неделю вы можете вытерпеть, 2 недели, 3 недели, но год в таком интенсивном режиме очень сложно. Только самые, скажем так, одержимые, упоротые могут тратить столько времени. Но как минимум у вас есть работа, у вас есть семья и другие дела. Просто даже физически времени столько тяжело выделить на язык. Итак, то есть мы с вами подытожим. То есть на средний уровень нам в среднем нужно 500 часов, чтобы им овладеть качественно. Качественно. Не что-то я там примерно знаю, а я точно уверен в своих знаниях и их уже закрепил. Но если мы посмотрим с вами на высокий уровень, вот он, С1, С2. Давайте посмотрим. Тут тысячи часов. Тысячи, тысячи часов. То есть если даже мы посмотрим по неделям, то есть это в среднем 80, ну, давайте 75 недель, то есть это полтора года. Полтора года нужно ежедневно, вернее, еженедельно тратить по 4 часа, чтобы как-то, ну, вообще, в принципе, приблизиться к высокому уровню или более-менее овладеть. И эти данные приведены, это среднестатистические данные. То есть люди разные, у всех разной скорости восприятия, разные возможности памяти и так далее. Это средняя цифра. Причем есть языки намного сложнее, чем английский язык. Русский в плане грамматики намного сложнее. А если мы возьмем вообще азиатские языки, вот для нас, да, после русского языка или после английского, то все эти цифры, мне кажется, можно смело умножать на 2 или на 3. Ну, потому что в этих языках уж очень много особенностей. Да, то есть в русском языке очень сложная грамматика. В азиатских вот эти иероглипы, сколько нужно времени, чтобы вообще понять, как они работают и как они рисуются. Здесь точно за месяц, за два это не сделать. И если мы с вами посмотрим на начальный уровень, ну, это в среднем 200 часов, ну, 150-200 часов. Это 25-30 недель, то есть это полгода, полгода. Поэтому это все миф, когда можно за 18 занятий, за 20 занятий поставить крепкую базу среднего уровня и вообще уже ее закрыть и переходить к среднему. Нет, это все миф. Так невозможно. Мозг просто разорвется от такого количества информации. Итак, а теперь давайте посмотрим, почему столько времени нужно. Я очень кратко объясню. Вообще про то, как наш работает мозг и почему очень сложно учить языки, я расскажу в другом отдельном видео. Ссылку тоже прикреплю в описании. Посмотрите. Очень будет полезно. И сразу я там рассказываю про многие мифы. Можно ли за год, например, преодолеть уровень высокий С1 или сколько времени на него нужно. Поэтому посмотрите обязательно. Итак, что значит изучать язык? Когда мы говорим на своем родном языке, неважно каком, мы его используем бессознательно. То есть вы не задумываетесь, какое окончание поставить. Допустим, я пришла, он пришел. Это все легко получается бессознательно. Или в каком времени, какой подеже выбрать, склонение и так далее. И поэтому, когда мы что-то изучаем на своем родном языке, у нас подключаются те области мозга, которые отвечают за обработку, анализ, хранение информации, то бишь наша память и так далее. Они у нас подключаются. И мы не задумываемся, как эту информацию, допустим, если мы ее помним, рассказать на нашем родном языке. Но когда мы учим иностранный язык, то помимо анализа и хранения информации, все-таки у вас же получается, тоже вы учите слова, учите правила. Это что же должно где-то храниться? Вот оно здесь. У вас должны подключиться еще зоны, отвечающие за речь. Это абсолютно отдельные области мозга. Они работают в другом, в другой части они запускаются. Поэтому, когда мы говорим на родном языке, они работают в фоновом режиме. Мы не тратим на это много времени. Но, когда мы говорим на иностранном языке, они должны подключиться. И чтобы они подключились, вот вы учите язык, вот они, да. И чтобы вы с родного языка переключились вот на этот иностранный язык, на это уходит очень много времени. И мозг нужно, грубо говоря, заставлять это делать, потому что мозг создание ленивое, и он не будет просто так тратить энергию на то, что вообще, в принципе, вряд ли пригодится. И каждый раз, переключаясь, вы запускаете вот эти речевые зоны для иностранного языка. Ну, это я сейчас очень простыми словами рассказываю. И на это нужно время. Мозг сопротивляется, вы сопротивляетесь. Да, это сложно, это муторно, это кропотливо. Хочется быстро волшебную таблетку, проглотил ее, и все, сразу язык запомнил. Нет, к сожалению, так не получится. Поэтому на мозг идет двойная нагрузка. Двойная нагрузка. То есть, у вас подключаются области за анализ и хранение информации и плюс языковые. Приведу пример, да, чтобы вам сразу стало понятно, как это. Вот вы в школе, в вузах учили слова по английскому, немецкому для диктантов. 20 слов выучили, 100 слов выучили, 500 слов вы знаете по английскому. Дай вам какой-нибудь текст, например, вы там большую часть знаете слов. Вы их знаете, вот они у вас в обработке, вы даже знаете, как они пишутся. Но говорите ли вы? Говорите ли вы так легко, уверенно, как в своем родном языке? Нет. Нет. Потому что все эти знания, которые вы выучили, они у вас хранятся вот, в памяти, ну и в других областях мозга. Но зона, отвечающая за речь, у вас не подключается. Вы их не тренируете, ну или не тренировали. Чтобы они подключались, их нужно постоянно тренировать, как в спорте мышцы. Постоянно, каждый день, каждую неделю. Как только вы перестаете и делаете длительные паузы, мозг сразу такой, нафиг мне это содержать? Это сложно, это очень энергозатратно. На это уходит очень много сил. И он перестает это переключаться, и все ваши знания или навыки, они ослабевают. Именно поэтому мы сразу забываем язык. Это неизбежно. Это никак на это не повлиять. Если хотите владеть уверенным языком, нужно постоянно это поддерживать. Вот, поэтому мы его всегда забываем. Ну, посмотрите мое видео, которое я уже о котором рассказала. Также я там рассказываю про детей-белимов и как они мыслят. Поэтому идет двойная нагрузка на мозг. Еще раз, почему языковые экзамены сдавать намного сложнее? У нас двойная нагрузка. Помимо того, что нам нужно подумать, что сказать, то есть нас спрашивают, допустим, а что ты любишь делать по выходным? Вы думаете, что сказать? Вы еще делаете, вы еще думаете, как это сказать правильно? Вы думаете, какое время поставить? Местоимение «они», значит, окончание поменяется. А какой порядок слов? А как сделать отрицание? А если я это закончу до того какого-то момента, на это уходит огромное количество времени и сил. И поэтому уходит, вот как мы с вами посмотрели, 500 часов. Чтобы это было вот так вот естественно, вы успевали переключаться, нужно очень много времени. Поэтому, нет, давайте второй пунктик, да, изобрежка здесь не поможет. Если вы вызвалили даже все правила и тысячу слов, две тысячи слов, три тысячи слов для экзамена, вы превратились в человека-словаря. Если вы не практиковались их говорить и не научились их слышать в речи, в радио, в музыке, в песнях и так далее, вы человек-словарь. И они, эти слова не помогут вам набрать максимальный балл, потому что навыки, которые присущи языку, говорения, аудирования, там, и письмо, вы не развили. Вот, поэтому зубрежка не поможет. И здесь, вот в этом тоже сложность, потому что, если вы, например, представьте, по химии, там, где биология, не знаю, история, вы учили термины, вы зубрили их, пусть даже их там будет сто, все равно на экзамене вы учили их на родном языке, все равно на экзамене вы их вспомните. Вот что вы вспомните, вы то и напишите. Но вы не будете задумываться, как это написать, какой падеж выбрать. Поэтому это проще намного, чем здесь. Вы должны еще и понять, что вам говорить, вызубрить термины, тоже правила, и плюс научиться их применять и запускать вот эти речевые зоны. Это сложно, это муторно, это кропотливо. Поэтому языковые экзамены намного сложнее, и все эти навыки нужно постоянно поддерживать, как мышцы в спорте. Постоянно. Идем дальше. Я надеюсь, вам это понятно. Идем дальше. Мы с вами уже посмотрели табличку. Мы увидели, что нам здесь нужно 500 часов в среднем на средний уровень для ОГЭ, ЕГЭ. Все здорово. И примерно 55 недель. Вот еще раз напишу. Но это количество часов необходимое для... Вернее, это количество часов рассчитывалось, когда у вас хороший уровень мотивации и вообще, в принципе, вы горите изучением языка. Вы приходите на занятия, вы кайфуете, вы делаете домашку, вы кайфуете. Это количество часов, ну, то есть это количество часов именно в рамках вот такого отношения к языку. Но у нас-то с вами речь про экзамен, а экзамен – это совершенно другая история. Помимо того, что вам хорошо нужно знать язык, вам нужно познакомиться с экзаменом, с его требованиями, с его заданиями, привыкнуть к ним, разобраться в них, закрепить, наловчиться вообще к ним, то есть есть требования. И, естественно, на это нужно время. И у нас получается, что эта цифра, количество недель, умножается еще на полтора. И у нас в целом получается 75 недель. При условии, если вы 4 часа каждую неделю качественно занимаетесь, качественно, не просто я там быстро выучил что-то или там написал, прописал и забыл. Нет, вы прям погружаетесь, разбираетесь в этом. 75 недель, средняя цифра недель, то есть это полтора года. А теперь, внимание, у нас, получается, учебный год, 9 месяцев, сентября по май, когда начинается сессия, ну, то есть экзамены, 40 недель. Всего лишь 40 недель. Вот я прям напишу. Недель. И вот смотрите, ко мне приходят дети, например, на занятия, хотят подготовиться к экзамену. И у них нулевой уровень, ну, практически, да, там, то есть я нулевой называю тогда, когда ребенок не может уверенно говорить о настоящем, прошедшем будущем времени. Ну, а часто ко мне приходят даже читать толком не умеют. Ну, то есть вот что-то там, словарный запас какой-то есть, но предложения вообще составлять не могут. Ну, то есть просто не отработаны эти навыки. То есть это я называю нулевым. Итак, он приходит нулевой. То есть мне, получается, как преподавателю нужно составить программу, уместить программу 75 недель, то есть полтора года. Мне нужно это все умудриться запихнуть в человека за 40 недель. То есть практически в два раза короче этот период времени. Мне нужно его запихнуть, еще чтобы этот человек просто не разорвал от количества информации. И, естественно, получается, нагрузка уже будет не 4 часа, а 8 в неделю. Это огромная цифра, учитывая, что у него еще 4 предмета там или 3, да, и каждый репетитор вот столько дает домашки. Получается, это умножаем на 4, умножаем там на 3, это сколько у нас получается? Ой, математики не очень сильные, но в общем, это больше 30 часов в неделю он тратит чисто вот на это наращивание. Это сложно. И именно поэтому складывается впечатление, что ЕГЭ такое сложное, такие чудовищные правила, или там что, это невозможно сдать, кто вообще придумал это тупое тестирование? Ребят, если вы идете сдавать экзамен, хотите сдавать экзамен по предмету, и у вас вообще практически минимальные знания по этому предмету, так для вас любой экзамен будет сложным, тем более язык, когда двойная нагрузка идет на мозг, он будет сложным для вас в любом случае. Но если приходит человек уже с хорошим уровнем, ну вот где-то вот здесь, вот, и мы его там подчищаем у этого человека пробелы, и естественно, ему намного комфортнее, легче готовиться, потому что мы работаем уже только с экзаменом. Мы уже решаем эти тесты, внедряемся в них, проникаем в них, изучаем их и так далее. Естественно, ему легче. Но когда вы приходите с нуля, естественно, будет складываться такое впечатление невероятного сложного ЕГЭ или УГЭ. Вот. Да, вот в чем проблема. Вот почему такое ощущение, что оно страшное. Это экзамен. Да, к нему надо готовиться. К любому экзамену нужно готовиться. Вы думаете, если вы будете сдавать по билетам, как раньше в УЗИ, вам хватит выучить 100 слов, и вы пойдете сдавать. Нет, там будет даже еще сложнее, потому что вас попросят рассказывать все же эти темы, там, present simple, present perfect, какие-нибудь там ответы, письма другу, не другу и так далее на английском. Блин, там 15-20 минут еще будет сложнее, потому что на вас будет смотреть экзаменатор, и вы будете видеть его реакции, его мимику, а вдруг ему что-то не понравится, а вдруг он будет на вас смотреть, как-то вам покажется неуважительно, свысока, так высокомерно. Это еще сложнее, чем просто на экзамене прийти и 15 минут поговорить про экзамен. У вас часть говорения на экзамене 15 минут в среднем на УГ и ЕГЭ, ну там плюс-минус, остальное письменная часть. То есть такие экзамены вживую, они намного сложнее, они эмоционально сложнее, потому что вы говорите, и вы тут же думаете, я сделал я ошибку, не сделал я ошибку, а как вот она еще на меня посмотрела, нахмурилась там, отвернулась вообще. Это все очень давит психологически, поэтому ЕГЭ именно по языкам один из простых способов преодолеть такой языковой барьер и вот это такое сопротивление. Поэтому, если у вас, вы понимаете, что возможно у вас не самые сильные сейчас знания по языку, сходите на консультации. Я провожу, допустим, бесплатные консультации, вы можете мне написать, например, в комментариях, что хочу на консультацию, я с вами свяжусь. То есть протестируйте себя, какой у вас сейчас уровень языка и стоит ли вам вообще впрягаться вот в эту историю с английским. Может быть, можно выбрать другие предметы, но если все-таки вам нужно его сдавать, и вы понимаете, что у вас невысокий уровень, то начинайте готовиться сейчас, хотя бы язык нарабатывать. То есть вы видели цифру 500 часов, то есть вам примерно плюс-минус эту цифру уместить в 40 недель и не разорваться от количества информации. Тут, конечно, нужно будет нагрузку распределять грамотно, учить самое важное, нужно, но тем не менее лучше начать это сейчас. И чтобы у вас ушли иллюзии, что вот можно там походить два-пару месяцев, язык вы наработали быстренько, и тут еще пару месяцев вы потренировались к экзамену, и все, почему у вас не 100 баллов? Вот такое количество часов, и это еще связано с нашей физиологией мозга. Я надеюсь, что вам это понятно. Идем дальше. Сейчас я вам расскажу про шокирующие изменения. К сожалению, в этом году уже приняли, то есть кто сдает в этом году, сдавал в 23-м году, они уже шли по новым требованиям. Сейчас за каждую ошибку будут снимать по два балла. Если раньше было по одному, допустим, 100 баллов, из 100 баллов вы сделали, допустим, там 10 ошибок, то вы получили 90 баллов. То в этом году человек получит примерно 80 баллов за эти же самые 10 ошибок. Не за все задания снимаются по два балла, то есть там есть своя система, за некоторые задания снимаются даже больше. Я не буду сейчас вас грузить, это вот ориентируйтесь за каждую ошибку два балла. И плюс-минус не ошибетесь. К сожалению, вот так. Давайте посмотрим, как же сдать на 85 баллов плюс вот в этом году и в следующих. Первое, ребят, у вас уровень должен быть от B1. Минимум, если вы хотите 85 баллов плюс. Ну, не бывает чудес, человек пришел в сентябре, даже читать не мог и хопана, и он сдал на 80, на 90 баллов плюс. Не бывает такого, не бывает. Просто то количество информации, которое нужно в себе впитать и заставить свой мозг еще это использовать, это огромное количество информации, и его невозможно преодолеть там за пару месяцев. Даже если вы будете по 12 часов в день фигачить, за год вы не успеете, вам просто надоест, через три месяца вы просто загнетесь уже, потому что у вас есть еще школа, еще другие дела, еще другие предметы, это очень тяжело. Поэтому, кто эти люди, кто сдает на 85 баллов плюс, не питайте иллюзии, это не волшебная таблетка, это значит, люди пришли готовиться уже от среднего уровня, то есть вот эти вот плюс-минус там 500 часов, они уже проботрачили до этого, не важно как, с кем, в школе, не в школе, и здесь я не даю, честно говоря, не обвиняю школу, что школа не дала таких знаний, нет, тут есть, конечно, разные учителя, я ничего не скажу, есть разные отношения, но по опыту моему, я скажу, в первую очередь это ответственность человека, и у меня были дети такие на обучение, которые только по школьной программе пришли вот с таким уровнем, но потому что им нравился язык, и они были в нем заинтересованы, они качественно выполняли домашку, я не знаю, какие были отношения с учителями, вот честно не знаю, они просто говорили, мне нравится, я сама его учу, даже мне занятий, ну или там хожу на какие-то курсы, ну то есть это человеку нравится изначально, в других случаях, просто ребенку это было не надо, он все 11 лет им не занимался, ну либо что-то там учил, сдавал для галочки, сдал и забыл, так не работает, ну то есть с таким подходом здесь не подойдет, если все-таки вам нужно сдавать язык, то тогда вам придется и нарабатывать этот уровень, умудриться эти 500 часов запихнуть за 40 недель, когда нужно было полтора года на это, и плюс нарабатывать экзамен, то есть изучать требования, понять его, что вам требуется, и наловчиться, да, и получается дети, которые приходят уже с B-1 уровнем, они уже тратят время в основном на требования, на изучать требования, ну и там куда бедно, как-то если получается, повышать язык, если на это есть сила и время, ну и последний пунктик, это спокойствие и уверенность, я в видео в первой части подробнее про это рассказываю, да, про нагрузки адские, что нельзя делать, что можно, но здесь все равно внутренний стержень должен быть, чтобы вы на экзамене от любого скрипа, от любого взгляда экзаменатор, у вас не была паника, и вы там, у вас резкая чесотка, там все чешется, вам жарко, вам холодно, у вас потеют ладошки, у вас все трясет, вы даже, допустим, сказать не можете, у вас челюсть трясется, это я вам все рассказываю, реальные случаи с экзаменов, что испытывают дети, и еще раз скажу, что вот эти вот страхи по поводу ЕГЭ и ОГЭ, это просто раздутые, это экзамен, которому нужно готовиться, и вообще, на мой взгляд, намного легче, вы приходите 3 часа, с тихо-молком, сами с собой, написали все, ушли, все, не надо выступать перед комиссией, а вы думаете, в ВУЗе будут легче экзамены, там вас вообще оценивать комиссия будет еще, или вы думаете, что, допустим, что только у нас в России такая дурацкая система тестирования, нет, международные экзамены, они еще сложнее, если вы хотите поступать за границу, и там точно такая же система, и такие же тесты, только они сложнее, поэтому стрессоустойчивость, уверенность в себе, спокойствие, нужно и поддерживать, и развивать, и тренировать, это также рассказываю в первой части видео, и тогда все будет хорошо, и вы сдадите на экзамен, успокойтесь, выдохните, проверьте себя, протестируйте себя, сходите на консультацию, на пробник еще куда-то, и примите решение, если вам нравится и нужно сдавать, вы готовы работать над этим, если нет, выбирайте другой предмет, не надо драмы здесь строить, не надо, все хорошо, и вы хорошо сдадите, ну и также, если вы, допустим, все-таки решаете сдавать, то я хочу сказать, что у меня в этом году есть 9 мест на УГ, и 10 на ЕГЭ, я возьму учеников, на занятиях, у меня всегда онлайн занятия, по удобному графику, они все только индивидуальны, все задания у нас выложены на платформу, вот вы можете здесь ее, сейчас я вам ее включу, параллельно посмотреть, то есть они у меня все тут онлайн, также я сразу информирую по всем изменениям, иду только к актуальной требованию, чтобы не было каких-то казусов, и провожу полную психологическую и техническую поддержку до самого экзамена, ну и также помогаю ребенку учить язык не только, чтобы сдать экзамен, а чтобы он вообще мог на нем говорить, чтобы это приносило удовольствие и пользу, если ко мне вы запишетесь летом, то стоимость занятий будет 1000 рублей за 60 минут, уже с сентября будет 1200, итак, буду рада вас видеть, и на этом все, спасибо большое за внимание, напишите пожалуйста в комментариях, что для вас было полезным, что новым, что интересным, мне будет очень приятно и познавательно, всем хорошего дня, спасибо, до свидания.